Терпеть обиду 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 И это выражение Раши дало определение, что это тот, который нижайший, кроткий, почему скромный, как это надо трактовать. И они объяснили, что Раши, Савлан называется, человек, умеющий терпеть, они объяснили. Но в свое объяснение начинается вопрос, зачем Тора вообще говорит о кротости Мурше, почему она об этом тут заявила. Между прочим, стоит посмотреть на этот стих в окружении остальных стихов. Там было сказано о том, что Муше и Аарон начали говорить о Муше, о пророке Муше. И говорили они не с целью приподнять его, признать его величие или говорили о положительных качествах. На самом деле они его просто критиковали про себя, не ему в лицо. На тему у жены, отношения с его женой, один из самых распространенных комментариев на эту тему, говорит нам, что они его осудили, потому что он занимается общественными работами, так можно сказать, в современном смысле, общественной работой Муше. Он занимался народом, вел его к Торе, а потом учил его Торе, спасал его, был его руководителем. И все это занимало, это занимало все его время, и у него не осталось на семью, и поэтому они его осудили. Смотрите, забыл, забросил свою семью. И было сказано о том, что прямо посередине всего этого эпизода сказано о Муше. Этот человек, тот человек, о котором они говорили, он самый кроткий из всех людей. После чего разгорелся, написано, гнев Всевышнего на Мирьям, сестру Муше. И на Арон, его брата. И там был серьезный семейный разговор, после чего Мирьям пострадала, как самый активный участник этого действия. Когда они говорили о Муше, за глаза, и она болела. И написано, что Муше молился за него, попросил Всевышний, пожалуйста, излечи ее. То есть он не участвовал ни в каком споре. И мы видим, что он даже не защищал себя, даже когда ему донесли об этом. А может, они даже говорили это в лицо ему, в глаза. Он не участвовал в этом инциденте. Это называется, его немножко опозорили. Это понятно сейчас говорю, да? Можно искать, позорить человека, ему говорят, что ж ты не забыл свою жену. В какой-то части это и так и происходит, сказали ему это с упреком. И он не защищал себя, он не вступил с ними ни в перепалку, не дай бог, какую-то ссору, какое-то объяснение мнениями. Он смолчал. И это было защищено ему. И Тора написала, что он был самый кроткий из людей. И мы отсюда видим, что это положительное качество. Так что мы посмотрели в контексте, что это означает. Так вот, зачем Тора говорит, в данном случае, о кротости, Моше? Мы выяснили, но комментаторы еще этот вопрос задают, и отвечает Рамбанна, Нахманида. Тора хочет сказать, что Всевышний тем самым завидовал Моше, который никогда не отвечал на брание ссору. Почему не отвечал своей скромности, кротости? В то время, как Всевышний отвечает, и когда он, как сейчас здесь было сказано, когда он видит, что люди себя ведут недостойны, и выступают против него, против самого Всевышнего, может быть, он им воздает должное, он наказывает их. Возгорелся гнев на Мирьям и Арону, так написано в Торе. Моше не отвечает на сканал, даже когда знает, так пишет Раши, как ответить. То есть оправдайте себя. Так вот, Рамбанна приводит из Сифри, следующая фраза Сифри, это одна из записей Устиной Торы, которая непосредственно комментирует книгу «Вы и Кра», там так было написано, книги Хумаша, пятикнижей. Рабин Атан, известный раввин, говорит, даже когда Моше говорили в лицо, бросали в лицо неприятные вещи, имеется в виду, Моше умел управлять собой. Поэтому написано о его скромности, что он страдал, но не отвечал. То есть что значит страдал? Эти укоры достигались своей целью, он был ущемлен, и тем не менее он никогда на их не отвечал. Главное, что мы сейчас только заметили, что это качество положительное считается, это не самоуничижение самого себя, это нельзя сказать, что человек недооценивает самого себя, просто он не хочет выступать ни в чем, что запрещено Торой. В частности, например, в бурном обсуждении каких-то качеств того или другого человека, как меня, например, сейчас, меня в чем-то обвиняют, и в таком бурном обсуждении, которое называется «ссоры, вражды», мы говорили на эту тему в наших уроках, когда говорим о том, что Тора запрещает участвовать в те времена в ссоре, даже на любой стороне, направленный, направленный, просто участие в ссоре запрещено, мы говорили об этом, и это было сказано Моше в Лешвах, ему в награду для того, чтобы его положительно оценить. Посмотрите нашу лекцию «Обижать и обижаться», на этом теме довольно-таки подробно было сказано. Сегодня продолжение – это важная тема, может быть, уточнение некоторых деталей, в частности. Вы можете смотреть на нее как отдельную лекцию, урок, а можете смотреть на продолжение. Итак, лучше быть, мы говорили об этом и сейчас, мы им сейчас говорим, лучше быть обиженным тем, кого обижают, чем тем, кто обижает. Лучше терпеть поношение, вот, впрочем, мне такая формула тоже нравится, чем поносить других, даже в ответ, в ответ на то, что тебя задели, и сказали, что тебе, может быть, какую-то грубость оскорбили. И в этом надо сказать, мы говорим, мы еще несколько расскажем, в данном месте первый раз, что нет ничего общего с христианским терпением, христианский – это в кавычках я поставил, когда нам говорят, что надо поставить другую щеку, любить своего врага. Почему? Потому что там, в этом учении, это демонстрация любви к людям, даже если они твои враги. Это такая демонстрация любви. А у нас эта демонстрация нежелания обижать других людей зря. Немножко с тем другое. Даже если они наши враги, даже если они почему-то решили с нами воевать. Можно сказать, в общее правило, поступай с людьми по закону. Если тебе кажется, что кто-то неправ, что нарушил твое право, правило твое владение, или нанес какой-то ущерб твоему имени, достоинству, то можешь подать на него в суд, можно призвать его к ответу. Но с ним нужно поступать по закону Торы, а не самосудом. А любой крик, любое выяснение отношений, тем более оскорбление, взаимное оскорбление, это всегда не что иное, как частный вид самосуда. И этого, может быть, главное, не лежи в ту руку, которая тебя ударила, потому что не в этом заключается правильное поведение. Повторяю, не надо заискать перед врагом и не надо вступать с ним в борьбу. Потому что есть и можно смолчать на слова у Кора в том случае, когда твое замечание, твое оправдание ни к чему положительному не приведет, только увеличит вражду еврейского, еврейского народа. Например, пример привожу. Я его часто приводил, не знаю, в своих лекциях приводил или нет. Предположим, в каком-то селении заседал Равинский суд. В то время, когда еще были у нас Равинские суды, и они судили не только имущественное право, не только делоподные по вопросам имущества, а еще и уголовное право. В том числе, например, в частности, они могли присудить преступника к смертной казе, например, убийцу, не дай бог. И если убийца был приговорен, все это оформлялось очень интересным антуражем, когда суди, как написано в наших трактатах Талмуда и в наших законах, когда суди пытаются спасти его, оправдать его, найти хоть какую-нибудь оправдательную вещь, причину для оправдания. Потому что Тора нам сказала, что его нужно присудить к смертной казни. И согласно законам мы ничего не нашли, его введут уже на суд. Стоят люди вокруг, и начинают плевать на него, что он убийца или насильник, массовый, как называется, маньяк, да? Массовый насильник, убийца, расстреливатель. И все они его плюют и обзывают. Это называется самоотсуд, нарушение законов Тора. Причем потому что суди Тора его приговорила к смертной казни, но не приговорила к плевкам, с нашей стороны, тем более, не приговорила к словам, к которым мы ему кричим, расправляя в себе гнев против него и так далее. Мы говорили о том, что в прошлый раз, что уважать человеческую душу даже в преступнике, это называется, может быть, любить людей. Ибо человек, любой человек, созна по подобию Всевышнего, и Творец его любит, это же его сын, это же его создание. Как сын он его любит? И ты знай, что он сын Творца, ты тоже знай, этот преступник – сын Творца. Даже если он опустился и сам растоптал в себе тот божественный образ, который в нем запечатлен. Наша задача – помочь ему восстановить этот образ. Если мы не можем помочь, то мы можем с ним поступить только по суду, ну, например, в частности, убить убийцу по суду, но ни в коем случае, каким другим образом мы не имеем права его ненавидеть. Простое правило – не обижай других людей. Это, безусловно, императив. У него практически нет исключений. И он является заменой, просто словесно, заменой другого правила, которое было высказано Илелем, величайшим еврейским мудрецом Илель, который сказал, не делай другому то, что тебе противно самому, что делали тебе. И это, в принципе, лейтмотив и вся база всех наших уроков еврейского мусара, еврейской науки о поведении. Маленькое отступление написано в книге «Шмот», 21 глава, 19 стих. Если, там написано так, в свободном пересказе, если некто ударил другого человека, и тот стал калекой, на костылях идёт по улице, то пусть ударивший его, да, пусть оплатит ему простой в работе и излечит. Верапо-ерапе. Так написано. И излечит его. Рафе – это врач. Рафе – это лечить другого человека. Так написано. Оплатят лечение, оплатят ему врачебные услуги. Отсюда наш мудрец учит, что врач имеет право лечить. Это интересное заявление. Да, сейчас скажете, чем это вы говорите? Врач имеет право лечить. Понятно, что имеет право лечить? Нет, нет, не просто так. Поскольку Торрес смотрит на все болезни, на все, и судим называется, на все страдания, которые человеку иногда случаются в его жизни, как на некоторую весомую, очень важно сейчас объясню, что это означает часть диалога человека со Всевышним, то, в принципе, если Всевышний послал другому человеку или испытание, или наказание в виде болезни, как мы можем выставить против повеления царя о царе? Сами сочините эту притчу. Царь приказал кого-то наказать, а люди побежали ночью помогать ему, спасать, а делать это потихоньку, вопреки воле Всевышнего. Мы говорили о тебе притчах в нескольких видах уже, у нас были на наших уроках. В принципе, это нельзя бы делать. А тут написано, смотрите, у нас же ведь написано, о том, что человек, который нанес другому человеку физический ущерб, рану, которую теперь нужно лечить, и человек потратится на лечение, он ничего не давал, ему принесли ущерб этот, то человек, который это сделал, он должен это оплатить, а, следовательно, это входит в обязательные предметы мира, реальность этого мира. Отсюда мы учим, что сама Тора говорит о том, что врачам есть место быть, несмотря на то, что все болезни и прочие вещи идут с неба. Сейчас я скажу, что это такое. Тем не менее, действия врачей почетных, в принципе, имеют право существовать. Так вот, болезнь и несчастный случай, я сейчас сказал, что это с небес, какое имеет право человеку к этому препятствовать, да? Раша в трактате Баба Кама, 88-й лист, в первой странице, написал, мы не говорим таким образом, Всевышний, смотрите, Всевышний наказал, а этот лечит. Всевышний наказал, а этот лечит. Раша, слова Раши. Извините. Хофисхайм из этих слов Раши выводит, отсюда мы учим, что все несчастья приходят на человека по решению небес. Прямо из слов Раши. Даже если его кто-то обижает или оскорбляет. Это тоже по решению небес. Так Хофисхайм объясняет Раша. А значит, наши мудрецы, отсюда следует, считают, что все неприятные события приходят к нам с небес. Хотя тот, кто обижает, в принципе, нарушает законы. Ему не надо бы это сделать. Мы говорили на эту тему несколько раз, особенно в ранних лекциях, что каждое событие в нашей жизни, это не что иное, как четыре, имеют четыре объяснения. Это всегда, и все четыре есть внутри. Каждое событие – это и наказание, и награды, испытания, и учеба. И они в разных пропорциях бывают, что это наказание очевидно, или награды очевидны. Но всегда что-то из этих четырех элементов присутствует в каждом событии нашей жизни, по поводу которого мы принимаем какие-то решения. Наказание за наши плохие дела. Это называется работа мозгана, да, аэрокондиционер. Так, это всегда у нас в Израиле, жарко, 31 градус. Уже сейчас еще, 31 градус вечером, пока пришел сюда, макровата была. И так, теперь я буду кашлять весь урок. Но вы мне простите, наверное, да? Так вот, за плохие дела приходит наказание к нему иногда, и это называется меда, к негатмеда, мера за меру. А именно, схема очень простая. Если тебе положен удар, ты кого-то ударил, это только схема. И Всевышний сказал, что решили там на небе, что тебе сейчас будет некоторое воздаяние за это, а им такой же удар. Предположим, что мы говорим о одинаковости наказания, и не всякое так происходит, то такая возможность ударить тебя, она всегда будет дана желающим, присутствующим вокруг тебя, тем, кто может до тебя дотянуться. Такие всегда найдутся. Хотя им самим нельзя на это соглашаться. Они должны были бы не взять на себя палаческую эту функцию. У них свой диалог со Всевышним, у тебя свой диалог со Всевышним. И им была дана возможность воздержаться от этого соблазна тебя ударить, но они не выдержали испытания. И об этом можно посмотреть в нашей лекции «Мера за меру», одна, по-моему, из первых в нашем цикле. А также основные положения. Их было две таких лекции, там на эту тему написано. Так или иначе, если меня кто-то обижает, это с разрешения небес. Вы помните это правило, да? Все зависит от Всевышнего, все зависит от небес, кроме одного. Быть человеком хорошим или плохим, бояться ему неба или нет, бояться ему греха или нет, это он сам решает, это он сам выбирает. А все остальное в руках Всевышнего. А значит, если кто-то пришел тебя обидеть, оскорбить, значит, на это была санкция. Он не как посланник, я не могу сказать, что он повторяет, это очень важно, его послали. Нет. Ему дали такую возможность, он выбрал это. А почему? Потому что он сейчас не делает больно, а запрещается, ему бы не надо это делать. Но всегда палачи, всегда найдутся, если жертву нужно наказать. Как надо на это смотреть? Хофис Хайм продолжает. И все это несчастье, все несчастье, все это несчастье дает тебе Твоец, для чего тебе на пользу, чтобы ты справился, и чтобы страданием ты искупил свою вину. Это очень важно. Про страдание мы с вами тоже говорили, поэтому надо обращать внимание не на того, кто тебя обидел, а на свои поступки, которые к этому привели, к этой обиде. И это настоящее еврейское поведение. Это еще не значит, что я должен ходить, улыбаться и радоваться, когда меня оскорбляют, обижают, и говорят, правильно, молодцы, так вы делаете дальше. Хотя почему бы и нет, сейчас я расскажу, что это бывает, иногда бывает, именно это и происходит. Посмотрим на этих историях, которые сейчас я расскажу. Но, первое, что я прихожу домой, делаю, я сажусь и делаю, называется Хешбон-Нефиш. Я начинаю проверять свои поступки. Что я сделал такое, что является нарушением Торы, ровно на такой степени, что Всевышний хочет меня теперь научить так не поступать, и он мне дает какие-то наказания. Мало того, что наказание, наказание, это как символ, знак того, что я нарушил, что мне что-то придется что-то себе исправлять. Нет, это же еще не что иное, как копора, то называется искупление. Чтобы греха за мной не было, мы говорили на эту тему, мне нужно его не совершать, или же мне нужно сделать шуву, или же, если я не готов к тому, ни другому, у меня не получилось, я бы совершил, шуву мне сделал труд. Шува – это исправиться, раскаяться, исправить все, что я сделал плохое, больше дать обещание, дать все силы, больше так не поступать, я не нашу, все-то у меня не получилось, я это искупаю. С чем? Страданиями. Ровно той степени, в какой, чтобы этот грех за мной не было защиты. А теперь история, время истории у нас, прошло много времени, а еще истории, ни одной не было. Рабиуда Цатка, он был такой известный человек, известный раввин, крупнейший раввин, может даже руководитель в свое время всего сефардского еврея в Израиле. Однажды он участвовал в одной комиссии, ВААД называется, которая была собрана, собралась для решения проблем, связанных с сетью, организации, учреждений образовательных для детей, которые не являлись государственными, назовемая независимая система образования, система независимого образования. И о чем-то говорили, и там были всякие сложности, и говорили на повышенных тонах, так или иначе, я не знаю причины, но кто-то из присутствующих встал и резко обругал Рава Цатку, и тот смолчал. Тот вообще был человек не тихий и умел себя вести, и никого не отвечал на крики криком, на ругань руганью. Он смолчал, но там присутствовал племянник Рава Цатки, тоже из Сефараде, из сефардского еврейства. Он, правда, тоже смолчал, но про себя решил, что он не успокоится, пока не то, что он отомстит, нет, пока не сделает так, что тот попросит прощения у Рава Цатки, и то, что оскорбил Тору при всех. И пришел домой, и начал составлять письмо, в тот же вечер он пришел домой, и начал составлять письмо в тяжелых, резких выражениях на адрес того человека, призывая его к ответу. И в это время к нему пришел Рава Цатка. Надо заметить, что он вообще-то малко приходил к своему племяннику, всеми своими племянниками, причем пришел, о чем-то поговорил, а потом посмотрел на стол, видит, эти листы лежат, говорит, а что ты сейчас делаешь? Обычно не принято у нас задавать такие вопросы, каждый делает, что он хочет, что положено, мы доверяем людям, это люди Торы были. Но, наверное, поэтому он и пришел, я так полагаю. И тот сказал, я вот сейчас пишу письмо такому-то и такому-то, за то, что он сделал сегодня совершенно незастоянную вещь, и весь город бурлит, что сказано было моему дяде, вообще большому равину Торы, весь город бурлит. Я не успокоюсь, пока тот не принесет своих извинений. Но это Равцатка сказал, что это было записано за слов того племянника. Написано в Талмуде трактат Шаббат, 88-й лист, вторая страница про людей, которые, так написано, которые оскорбляем мы, но не оскорбляют, обижаем мы, но не обижают. Будь среди тех, кого оскорбляют, но ты не оскорбляй. Но ты не будь среди тех, кто оскорбляет. Там во множественном числе все написано. Вот что самое интересное. И Равцатка спрашивает, почему во множественном числе? Можно было бы сказать, что вы все единственное. Будь таким, а не будь таким. Ведь обычно обижают одного и обижается один. Один на один. Бывают и массовые явления, но обычно один на один. Дело в том, что вместе с обиженным всегда присутствуют, как правило, очень часто его сторонники, его друзья, знакомые, родственники, как ты мой племянник. Только вот, это оскорбление и обижает и их тоже. Они тоже обиженные друзья и родственники. Вот им и сказано. Не отвечайте руганью на ругань. Я тебе запрещаю писать это письмо. Так сказал Равцатка. Это первый пример. Вторая история у нас произошла с Раби Акива Сойфером из рода. Хатам Сойфером. Вместе с Равом Соловейчиком они подписали однажды воззывание, такое письмо. Сейчас это почему-то называется Пашквиль. Такое смешное слово. Против кого-то они написали письмо. Они подписали, записали другие люди. Выступили против одного известного движения евреев, которые призывали евреев к отходу от Торы. Они написали. Чего там ругательного не было. Было сказано просто, что нельзя водиться, с ним нельзя разговаривать с ним и так далее. Тоже, наверное, такие неправцы слова, по крайней мере, без ругания. И руководитель того движения в этом городе, где происходило все это в Венгрии, в Словакии, в столице Словакии, отозвался от руководителя этого движения публичным письмом в газетке везде написали, в котором позволили себе страшные оскорбления в адрес обоих мудрецов и Раби Акива Сойфера и Рава Соловейч. И ученики Раби Акива Сойфера решили отметить ему в том же крайне резком полемическом духе, так скажем. Вообще страшная ругань была. Но Раби Акива попросил их это не делать. Сказал, это оскорбление вообще-то мне на пользу. Оно мне очень понравилось. Они очень удивились. Такие вещи непросто слышать. Я очень говорю о том, чтобы не попахили христианством, как мы говорили, нет. Очень понравилось. Говорит, оно ведь искупает мои прегрешения, что-то я сделал нехорошее, а теперь пришло искупление. И пояснил. Написано во второй книге Шмуэля. Посмотрите, вторая книга Шмуэля, 16 глава, 10 стих, и дальше вся эта история вокруг 10 стиха про царя Давида. Там появился один человек в 16 главе, в самом начале 16 глава написано, который из команды, из бригады царя Шауля, которая воевала с бригадой, командой царя Давида. И тот, после всех событий, после того, когда царя уже Давида помазали на царство, и он встретил его в большом окружении людей, шел и приклинал его страшными словами. Звали его Шиме Бен Гера. Так его звали. И на этот сподвижник, один из помощников царя Давида, которого звали Авиша Бен Цруя, сказал, прям фразы из второй книги Шмейя. Зачем этот мертвый пес ругает моего господина царя? Пойду я ему сниму, оторву ему голову мечом, сниму, сниму. Искал ему царь Давида. Почему он ругает меня? Потому что Всевышний сказал ему, иди ругай Давида. Он пришел и ругает меня. И на это пишет Радак, известнейший комментатор Танаха, книг Танаха Ветхого Завета. Он так говорит. Ветхого Завета, вы понимаете, что означает, это книги Танаха? Так написал. Вложил эти слова в уст от царя Давида. Всевышний навел ему желание, дал ему это желание, подключил к нему это желание позорить меня при всех. Для чего? Чтобы наказать меня. И это не что-то как искупление за то, что я сделал раньше плохого. Поэтому Шимбенгера здесь в принципе не виновен. он выполняет чужую миссию. Как мы говорили с маленькой поправкой, нужно добавить к Радуку, что в принципе Шимбенгера тоже мог бы и не поступать так, вести себя по-человечески и не срамить другого человека, еврея, прилюдно. Но он не справился с этим воспитанием и срамил. Так или иначе Всевышний ему дал такую возможность. Не падет волос с головы человека, сейчас вспомнил, не падет волос с головы человека без решения на небесах решения Всевышнего. Ничего там плохого не может быть, если Всевышний этому не позволит этому плохому быть. Так вот, рабе Акива, рабе Акива София, продолжил, он привел все это и сказал своему ученикам. Смотрите, если так поступил царь Давида, помазанник Всевышнего, не просто царя, а который по решению Всевышнего правил евреевским народом и не ответил тому, кто его позволил, оскорблялся, молчал, все, как он сказал, все это от Всевышнего, то тем более я должен молчать, не отвечать на оскорбление этих руководителей этих странных движений. Почему? Потому что это моя пора, это искупление моих прегрешений. Тем более я должен молчать, сказал рабе Акива. София, это урок, между прочим, нам царь Давида смолчал такой ситуации, а мы с вами умеем молчать такой ситуации, как кто-то, как нам кажется, незаслуженно, это часто бывает, правильно ли, незаслуженно, нас обижают, говорят им нехорошие слова, и мы часто умеем молчать. Это очень хорошее умение, это умение должно быть необходимым качеством для того человека, который соблюдает законы Торы. Был еще такой рабе Бензион Кримпус, родственник Хофицхайма. Он рассказал такую историю. Однажды он зашел к своему родственнику Хофицхайму, застал его ужасно в расстроенных чувствах. Вообще написано было, что он плакал. Я так полагаю, что он был вообще-то легок на плач, он часто плакал Хофицхайм. Я знал во многих книг, воспоминаниях о нем, он был уже очень старый человек, по крайней мере, он так выражал свои чувства. Так иначе он был в очень расстроенных чувствах. Спросил Раф Бензион, в чем дело, почему плачешь, я могу помочь. Не просто это никогда не бывает. Такой вопрос, к примеру, любопытство, интересно, что-то, что-то случилось. Нет, нет. И поэтому, когда спрашиваем, что случилось, пошло мхам, и спрашиваем, как твои дела. Это означает, что мы готовы тебе помочь. Есть, и возникла какая-то такая необходимость, несмотря на то, как готовность помочь человеку провести свою любовь к нему. И он спросил, что случилось. Кто-то ответил, дело в том, что я только что закончил читать книгу, которая называется «Решит Хохма». Он ее прочитал, такой учил. Где, среди прочего, написано, я прочту, что если человека опозорили в этом мире, с него снимаются многие наказания, которые готовы к нему, ему в аду, гирином называется, да? Если его опозорили в этом мире, снимаются многие наказания за его какие-то прегрешения в гигинном. Хохма с вами продолжает. Вот я сижу расстроенный. Почему я никто ни разу не опозорил в этом мире? Ни разу такого не было. Серьезная вещь. Надо сказать, это я от себя добавлю, что бывали, есть такие истории, когда и его опозорили, всякое происходило, как любого другого человека, в меньшей степени, может быть, потому что его любили, уважали, им гордились, к нему стремились. Он просто этого не замечал. А чтобы быть понятым, правильно, я сейчас вам приведу другой образ. Рава Исхака Зильбера Зацаль, благословенной памяти мудреца и праведника, я его тоже однажды взял и спросил, или кто-то при мне там был, спросил, Рава Исхака, вас кто-нибудь обижал хоть раз? Говорил неприятные вещи. Первая реакция была, нет, не помню. Ну, что, вы особый человек. Вас никто никогда не позорил. Не всякое бывало. Какой-то коммунист, он начинает тут же рассказывать историю, вот накричал на меня. У его книжки есть такие случаи? Вот тут на меня накричали, меня с позором выгнали, с каких-то там приемных, куда он ходил там защищать, или бороться за микву, или за синагогу. Кстати, посмотрите, вот книги. А просто еврея на улице? Нет, не помню. Ну, всякое бывало. Вот я говорю, что он-то как раз, как ему часто попадал подразначив, есть такое выражение одесское. Я приехал из Одессы, я там это выражение научил. И просто он реагировал на это всем по-другому. Он не замечал это. Он никогда, а тем более, евреев не носил зла, и просто не помнил. Как Ховец Хайм. Ну, Ховец Хайм расстроился. Видите, однажды он прочитал, и расстроился. А мне никто ни разу не позорил в этом мире. А надо бы. Один человек решил позвонить по телефону Адмору Изгур, кто же был в наше время, в нашу эпоху, Раби Симху Буниму, чтобы сказать о нем, ему, прямо по телефону, все, что он о нем думает. Так он решил это сделать. И у Раби Изгур в доме стоило два телефонных аппарата, один у него в комнате, а второй внизу у привратника. Можно было говорить параллельно. Иначе часто Адмор Изгур был занят, учился, или просто спал, тоже был пожилым. И тогда телефон брал его привратник, а иногда он просто подключался к этому телефону, для того, чтобы переключить разговор. И вот этот человек решил сказать плохие слова, прямо в ухо, Раби Изгур, и тот начал говорить, и позвонил, и привратник в параллельную трубку услышал страшные слова, просто в адрес Равина страшные. Но тот, Равин молчал, он еще подумал, может они подключились, вот как хорошо, но он слышит по дыханию, там ответил, тот и слушается это, Равин это слышит. А у привратника, по его словам, это было написано на иверите, наидишь, может он написал, я читал на иверите, язык прилип к небу, к верху, во рту, от изумления, как так можно разговаривать с Равином. Потом Рафа смиренно ответил, для чего все это рассказано? Очень смиренно. И все, что ты сказал, это правда. О, все, что ты сейчас сказал, про меня это правда. Сейчас месяц Элуди, поистине, сейчас месяц Элуди, месяц самоисправления, самоанализа, когда нужно очень критически подноситься к самому себе, а не к другим людям. И спасибо, что теперь, после твоих слов, у меня есть над чем работать. Благодарю тебя. То есть, он имел, в частности, на проверку была, его способность не отвечать ругань на ругань. Он прошел это испытание, и поэтому он его поблагодарил. Еще есть такой аспект во всем этом. На уроке, на своем уроке обижать и обижаться, мы учили с вами, что все это учится из стиха, мы там это учили. Знаете, здесь о том, что лучше быть жертвой, а не плачом, лучше быть обиженным, чем обижать других людей. Мы это учили из стиха в первой главе книги Берешит, 16 стих, там так сказано, «И создал Всевышний два больших светила, большое светило праведнем и малое светило, ну, управлять ночью». Видите, два больших светила, большое, если написано большое и малое. И Раша, по трактату с Хулин, Вилонского Талмуда, 60-й лист, вторая страница, он так написал, «Солнце и Луна были созданы равными, большими, но Луна сказала Всевышнему, невозможно, невозможно, перевод свой Медраж, это Медраж в Хулин, невозможно, двум правителям править под одной короной». И мудрецы сказали, что тут есть противоречие в стихе, «Создал большие ми, а одно из них маленькое, малое, правило ночью». Просто Луна сказала, «Разве можно двум правителям быть под одной короной?» Тот же Всевышний сказал, «Вот и иди уменьши себя». Здесь дан пример того, как надо себя вести. Не то плохо, что так сказала Луна, а то хорошо, что Солнце смолчало. Вот откуда учится, потому что лучше молчать, когда тебя ругают. Солнце первое не пошло с жалобой к Всевышнему, это называется продолжить ругань, чтобы получить больше жалоб. И второе, смолчало в ответ на жалобу Луны. Вот об этом мы и просим в молитве, которая читается сразу после Шмона Исре. Там такие слова говорим. Лукай, наш Бог, отврати мой язык от зла и мои уста, чтобы не произносили неправду. А дальше вот самая гвоздь программы, самое интересное, перед проклинающим стой, моя душа. Обращение к душе, перед тем, кто меня проклинает, стой, не шевелись. Пусть будет моя душа перед всеми как прах. И в смысле низкая, да-да, и низкая, в том смысле, как мы говорили, да, ниже всех. но я еще как неподвижный, будь моя душа перед всеми неподвижной, не отвечая движением на агрессивное движение, на движение злобы, вражды, неприятия, руганий, ссоры. В барайте, что такое барайте, мы знаем, да, это запись законов из устной торы, которая не вошла в мишну, мишна это, собранные законы, передавались они устно, и в барайте того же трактата, они были записаны потом, когда записывался весь Талмуд, в тракте Талмуд, который называется Хулин, вот там, где мы говорили, 60-й лист, по-моему, да, 60-й лист, там сказано, вот эти наши слова, теперь мы видим, откуда они, обижаемы будьте, но не отвечайте обидчику, слушайте поношение, но не отвечайте, выполняйте заповеди Всевышнего и будьте рады испытаниям. Оскорбление тоже своего рода испытания, да, с какой-то испытанием, вы стоите и не ответите, это испытание. О таких людях написано, так написано дальше, в барате, сказано в барате, где написано, в книге Шофтим, Шофтим, это судьи, 5-я, 5-я глава, 31-й стих, «Любящие Всевышнего, как восходящее солнце в твоей силе». Комендатор усматривает здесь прямую ссылку на проведенную выше дидактическую о году, про солнце и луну, как восходящее солнце, то, которое промолчало, это и была максимальная сила. Солнце вообще является, к солнцу приписан атрибут силы. Это я сегодня увидел, как было жарко. Солнце – это источник всей энергии, физической энергии на Земле. По крайней мере, прямой физический источник. И Тор отмечает, что как раз самая максимальная сила у солнца, когда оно смолчало в ответ на жалобу Луны, на предложение Луны дать величие ей Луне. Незаслуженное было предложение, и солнце смолчало. Смолчать, когда тебя обижают, поносят – это и есть максимальная сила. На это сказал Рава, Рава – великий ученый, Амора, период оставления Талмуда, в Вавилонской, в жилом Луне. Каждому, кто прощает, будут прощены на небесном суде все его прегрешения. Если ты умеешь прощать, на суде тебя тоже простят. Следующий момент – интересное замечание сделал Анне Циф. Анне Циф – это сокращение. Известнейший ученый жил в конце XIX века был Рав Берлин, сокращение. Рав Берлин, он на вторице Берлин, Анне Циф – он был одним из руководителей Ешивы в Воложине, известнейшей Воложинской Ешиве. И вот какое замечание он сделал. Он так сказал, что правило лучше быть среди тех, кого обижают, а не среди тех, кто обижает. Мы видим в том факте, что Солнце светит всем, как он написал о книге Берешит, о книге Берешит. Солнце светит всем, всем, в том числе тем, кто ему Солнце поклоняется. То есть, мы продолжаем как бы о году, в который были и Солнце, и Луна наделены сознанием, выбором. Так вот, Солнце светит и тем, кто ему поклоняется. Но это самое страшное поношение для любого создания. Ведь почему? Потому что нет ничего большего злодейства, чем заниматься ободозра, называется поклонением идолам. Тем не менее, оно мирно и покорно выполняет свою функцию, задачу Всевышнего, дал задачу осветить и греть этот мир, светить всем, в том числе и самым страшным злодеем. Это означает, что его поносят тем, что ему поклоняются, тем самым его унижают, а оно отвечает и не отвечает тем же самым своим поносителям, тем людям, которые его оскорбляют. Следующая история по рабе Мейра Хадаш, который однажды шел с Сабой из Слободки, так его звали Сабой из Слободки, по Хеврону. Там, где стояла Ешива, Слободка, переехавшая из Литы, из Литвы в Эрдзесрой. И они шли по городу в окружении. Вы знаете, что это за город? Это город, где большинство населения и сейчас арабы, и прошли страшные погромы. Все это происходило до этих страшных погромов. И он шел там, и на этом сынком их начали дразнить и оскорблять молодые арабы. Просто бандиты какие-то. Они там вели себя еще более сдержанно, чем сейчас. По крайней мере, камнями они не кидали. И когда на них Рафхадыш закричал, очень резко, страшно, они испугались, убежали. И так это подходило раньше. И Сабботки сказал ему, я, надо сказать, не в первый раз наблюдаю такую картину, я схожу часто, и это часто бывает. Пустые, необразованные люди, к которым у меня вообще претензий-то нет, они на самом деле необразованные люди, кричат на мудрецов Торы, поносят их. И вот однажды я взял и подумал, а как нужно мудрецов Торы вести себя? Что можно сделать? Знаешь, к какому выводу я пришел? И раби-мейр Хадаш сказал, какому? Спросил, интересно, что сейчас скажут Саббы и Сабботки, старейшие, умнейшие из мудрецов, что это не путь мудреца, замечать такие кринки, а тем более отвечать на них. Это, я сейчас от себя добавлю, это как крик воронья, ворон, лай собаки. Собака опасна, она может крутить за ногу, сделать так, чтобы он тебя не кусал за ногу, но по крайней мере не рыче, не кричи, не гавкай на нее, не веди себя по-собаче. Это, я уже свои слова добавил, мое отношение к этой истории. Раби Мендели из промышля, адмор хасидов, промышлянские хасиды, однажды он созвал всех своих хасидов на трапезу благодарности, называется Сиудат-Ода-Я. Делал специальную трапезу, накрывает стол, кушает хлеб, говорят хорошие слова, это серьезная вещь, когда Всевышнего благодарят за чудо, за какое чудо, чудо или спасение от какого-то, какой-то опасности, или выздоровления от смертельной болезни, или после опасной операции делают такие вещи, я сам присутствовал на нескольких таких трапезах, это естественная вещь, когда человек в благодарность Всевышнему накрывает стол, созывает своих друзей и благорит такой трапезой своего Творца. И он собрал такую трапезу, и пришли хасиды, которые, и он сказал, что это Сиудат-Ода-Я. Поскольку такого раньше не было, у них промышля не было, они пришли и спросили своего раввина, что за чудо произошло с Рэбой, и что за чудо такое, ради чего мы сейчас собираемся, просто интересно. Обычно, я всегда обращаю внимание своих учеников на это, что обычно у хасидов не принято спрашивать, почему делает то или другое действие руководитель хасидский, цадик, их глава. Не принято, захочет сказать сам, скажем. Наверное, так скажем, он сам и сказал. Мне почему-то в моем рассказе было написано, что они его спросили, что за чудо произошло с Рэбой. Я не верюся, на самом деле они смолчали. Он сказал, вы знаете, какое чудо со мной произошло? И сказал, какое чудо? Он сказал, сегодня меня публично оскорбили. Они сказали, ну разве это причина для трапезы? Смотрите, они не спросили, ой, где, как, почему, как бы мы с вами спросили, да? Скорее всего, они прекрасно знали и видели. Они сказали, разве это является причиной для того, чтобы Всевышнего поблагодарить за чудо? Никакого чуда не было. Какое это может быть чудо? И не было ни чудо спасения от врагов, ни от смертельной опасности, ни от болезни, ничего этого не было. Разве это причина? А ты делал, еще какая? Это очень большая причина. Посудите сами. Когда человек заболевает, он заболел, а потом выздоравливает, он устраивает трапезу благодарности. Так принято. Я его не спрашиваю, зачем он выздорил. Болезнь была смертельная, а он выздорил. Самое следующее чудо. А почему он устраивает трапезу? Неужели просто за выздоровление выздоровел он? Всевышний решил вылечить его. Вылечил. Принимать нужно с благодарностью от Всевышнего все, и хорошее, и плохое. Почему нужно им благодарить? Какое же здесь чудо-то произошло? Да, если за выздоровление, тогда Всевышнего лучше было бы вообще не наводить эту болезнь. Вот он навел на какого-то человека болезнь, а теперь тот вылечился. Для чего? Для того, чтобы сделать всюду праздничную трапезу, для этого Всевышний навел на него болезнь, чтобы он трапезу устраивал. Нет, не так все происходит. Зачем пришла сама болезнь? Как любое страдание, а болезнь нет страдания, она пришла, чтобы человек искупил свою вину за какие-то грехи, за какие-то прегрешения. То есть сама болезнь – это искупление, ошибка искупления. Был за человеком грех, а теперь его нету. Всевышний его убрал. Это называется, что Всевышний любит, это проявление любви Всевышнего к данному человеку. Он ему дал возможность исправиться. То же самое с позором. Позор приходит, чтобы доставить человеку страдания. Если человек не замечает… Есть такие люди, как называется, равнодушные к любой реакции других людей, и к отрицательной, и им все равно, как святая голова, неважно, они никак не реагируют на обиду. Есть такие черствые люди. То мы сейчас поговорим о людях, которые вообще-то, в принципе, ранимы. И мы должны быть ранимы, и мы должны воспринимать других людей. И реагируете правильно. Нас обижать, нужно обижаться. Но при этом, как ты себя ведешь? Не обижаться, может быть, и не на… Нет такого совета, не обижайся. Совет есть другой. Обидевшись, не отвечая обидой за обиду. Почему пришел позор? Чтобы доставить человеку какие-то страдания. То есть позор выступает в роли тяжелой болезни, а именно страдания. Болезнь же тоже страдания. Искупление каких-то их прегрешений. То же самое позор. искупление твоих прегрешений, это страдания. А поэтому позор пришел вместо болезни. Правильно? Логично. Значит, позор, который наносят нам другие люди, избавляют нас от болезни. Он пришел же вместо болезни. Я мог бы заболеть, чтобы там выздороветь, да, и страданиями, исправил свое прегрешение. А тут пришел позор. Я к нему очень плохо отнесся, у меня болезненный был. И не пришла болезнь. А раз не пришла болезнь, что это такое? Болезнь не пришла. И все равно, что она пришла и ушла. Выздоровление. За выздоровление мы делаем трапезу. Вот после позора я тоже должен делать трапезу. Один и тот же финал у всей этой истории. Значит, нужно выздороветь трапезу. Так сказал нам Раф Мендель из Промшенбук, умнейший и крупнейший человек. У нас с вами осталось 14 минут, и поэтому мы проложим наш урок. Урок следующий. Не урок следующий, а следующий пример. Я сейчас расскажу на эту тему. Однажды шли по дороге два брата. Хасидская история, если бы это не были бы литовские раввины в хасидском направлении. Раби Хайм и Раби Шлома Залман Воложинские из Воложин? С Воложин. Так их звали. Воложин, наверное. Раби Хайм и Раби Шлома Залман. И пришли они на какой-то постоялый двор. Это было очень давно, начале XIX века, первой половины. Поэтому истории не прописаны множеством деталей, а просто в двух словах она была сказана. Они пришли на постоялый двор, и там почему-то к ним плохо отнеслись, хозяин постоялого двора, не дал им ни хлеба, ни переночевать у себя. Больше того, обругал их какими-то грязными словами, прогнал. И я даже не знаю за что. Скорее всего, не за что, потому что они оставили свой след в еврейской истории как святые люди, как праведники, с диким. И ушли они, что же теперь делать, ночевать здесь не придется. И шли они по дороге, и шли, и вдруг Раби, Шлома Залман, начал плакать. Он заплакал. Шел он, плакал, и спросил его брата, Рабихаим, уж не в ответ, не как ли реакция на эту руку, на эти дежурные слова, которые нам сказал сейчас хозяин, поставил на двора, ты сейчас переживаешь, плачешь. Не за это ли? Или, может быть, ты плачешь, потому что там негде сейчас приночевать, холодно. Я думаю, что за первый плач плакать уж точно не нужно. Недостойно мудреца плакать в ответ на оскорбление. Мудрецы учили, и мы сейчас эту фразу с вами говорили, а я сейчас ее еще раз поведу, будь обруганным, но не ругай других, относись к людям с любовью, и радуйся даже страданиям. Так написано было в Талмуде. Ответил мой Раби, Шлома залмал на это, следующим мордом. Я вообще-то не плачу по поводу Рубни, которая была вылита в наш адрес, а плачу потому, что когда он нас ругал и обзывал, я не испытывал в своем сердце радости. Написано, радуйся даже страданиям. Я не радовался, и этому мне еще учиться и учиться. Я вижу, я только встал на пути просветления, я бы даже сказал сейчас, да, на пути подъема к Торе. Это, они еще были молодыми, это привело его, осталось причиной его слез. Он еще не находится на том уровне, который должен быть у каждого, зато Который, человек, который исполняет заповеди, радоваться страданиям. На самом деле большой уровень, и нам бы тоже бы надо этому научиться, но это очень тяжело. И поэтому мы на сегодняшнем уроке говорим, ну ладно, это тяжело, и мы не призываем радоваться к страданиям, но по крайней мере призываем к тому, чтобы не отвечать на страдания, страданиями, на поношения, поношениями, на обиду, которая высказывается в наш адрес, на обидные слова, тоже обидными словами, как реакцию. Очень многие люди почему-то думают, что если меня обидели незаслуженно, теперь я имею право ответить тем же самым, такими же словами, еще, может, даже более интересными, более глубокими, более раненными, почему у меня есть причина. У него не было причины, а у меня есть. Нет, нет. И у него такая же причина, как и у тебя. Просто он захотел ругаться. И не стой за свою честь перед всеми. Почему? Потому что просто бежишь просто скандалистом. Обратите внимание, что есть два мнения. Есть людей, скандальных не очень любят в любом человеческом обществе, не только у евреев. И в то же время люди, которые молчат, тоже недолюбляют, говорят, ну что ты как хурма, что ты дал себя обругать при всех. Постой за себя, чтобы люди знали, что на тебя где сядешь, там следишь. Очень много поговорок есть в русском языке на эту тему. Не давай себя скушать. Будь тоже живешь с деболков, научись выть помолча. Да? Все это из того же ряда. Так вот, Тора нас учит. Никогда не говори в том же ключе оскорбительным с другими людьми, в котором они говорят с тобой. Независимо от того, без причины с твоей стороны или с причин с твоей стороны они это делают. Ни в коем случае. Уже говорили, никогда не участвуй в скандалах. Уже несколько лекций на эту тему говорили. А теперь, мы тоже не первый раз, никогда не отвечай оскорблением на оскорбление. Мы сейчас только говорили о том, что Раби Шлома Замал, Воложинер, да, Воложинский, говорил, что он еще не испытывает в сердце радости. Когда его обижают, эта радость, за то, что за радость, какая природа эта радость, за то, что Всевышний нас любит, Он меня любит. Он посылает мне испытания, чтобы мы стали лучше, чтобы мы исправились. То же самое со страданиями, даже из-за оскорблений в наш адрес. Он нам дает испытания, чтобы мы научились преодолевать самих себя и стали лучше. Так поступают мудрецы, мы говорили на эту тему, и поэтому должны научиться у них. Повторяю я, что это не называется терпеть ради того, чтобы терпеть. Ни в коем случае. Это называется правильная реакция на то, что с нами, для чего с нами, так делает Всевышний. Очень часто нам говорят о том, что евреи, на самом деле, конечно, как раз говорят одно, терпеть нужно, а на самом деле у них ока-за ока. А это у нас, у других народов, совсем другая модель, а именно тебя ударили по одной щеке, поставь вторую. Поэтому некоторые люди, когда я пишу статьи на эту тему или на моих уроках, очень часто, сам начальник со мной говорят, ну что же вы сейчас там такой вот всепрощательность какой-то прививаете, учите нас, чисто христианский ход, который вообще-то в принципе нами осуждается. Любить, когда тебя бьют в вранье. Это очень непросто. Они нет, ничего общего в этом нет. Сама формула око-за око, которая нам ставится вину, глаз-за-глаз, зуб-за-зуб и прочие вещи. За прочие вещи равенство, адекватность нанесения урона, там ставится это как упрек. Так вот, сама эта вещь, это только так звучит, на самом деле, никто не просит такого именно адекватного, физического воздействия, своему обидчику. Больше того, слово-за-слово у нас тоже так не происходит. Шесточка, слово-за-слово, тебя оскорбили плохим словом, скажем, плохое слово. Это как тебе выбили глаз, выбей ему глаз. Нет, такого ничего у нас не происходит. Почему? Потому что все это у нас происходит совсем другая компенсация, а именно если физически идет ущерб нам нанесли, то мы потребуем финансового исполнения этого ущерба. Так написано в нашей теории, в наших комментариях. А если нас обидели морально, слово-за-слово, то что сейчас я придумал это выражение, то здесь вообще лучше бы смолчать. Почему? Потому что это слово плохое в наш адрес пришло как испытание для нас. В то же время как искупление нашей была дана возможность мне искупить свои прегрешения. Интересно, что на нашем сайте толдот.ру толдот.ишурун вышла статья на тему, которая объясняла моя статья, опубликована на тему «Око за око». И как смотреть на эти две вещи. Око за око в предпоставлении поставь другую щеку. Называется статья, она небольшая, мне кажется, важная. Называется статья «Деньги за глаз». Чтобы получить ее, чтобы увидеть ее на сайте, надо там внутренний поисковик написать слова «Деньги за глаз». А еще можно сделать по-другому. Нужно найти там, где идут темы, именно в темах, а не в телевидении. В темах найти мою фамилию, кликнуть по ней один раз или два раза в квадрате кликает. И там откроются мои статьи, и где-то в конце первого листа с с записью списка моих статей. Сейчас это первый лист, второй. С Божьей помощью количество листов увеличивается. Статья там выходит практически каждую неделю. Найти третью статью называется «Деньги за глаз». И прочесть ее, чтобы больше я на эту тему не говорил. Главное там происходит в следующем, что когда говорят нам «Поставь вторую щеку», это не что иное, как моральная сентенция, поведение, вот будь таким-то, указание закона, а у нас «Око за око», «Глаз за глаз», «Зуб за зуб», это не что иное, как указание закона, для закона указание судье о том, каким образом он должен судить. Если кто-то кому-то не умер физический веще, он должен взять у другого человека денежную компенсацию и заплатить ее потерпевшему человеку. И так повторяю, это не называется «Терпеть ради того, чтобы терпеть». У нас нет такого в Торе. Это называется просто, как я говорил, правильная реакция на то, что с нами делает, на то, что с нами делает Всевышний, на то, для чего, для какой цели с нами так поступает Всевышний. И посмотрите, еще два моих урока называются «Основные положения». Там говорилось о том диалоге, который мы ведем с Творцом, что такое диалог, когда поступает реплика Всевышнего, что и как я отвечаю Всевышним своими действиями. И в этом диалоге, в моем личном диалоге со Всевышним, я и Всевышний только участвует, нет никого другого. Все остальные участники своих собственных диалогов, я не могу сказать, что меня заставили, или что я не соответственно принимал то-то решение, которое сейчас осуждается, меня или заставили, или обстоятельства были такие, или принудили, или я не знал. Все это будет взвешено, в моем диалоге главное, чтобы поступать следующим образом. Всевышний мне дает какую-то ситуацию, в которой я выбираю, у меня личное право выбора, выбираю, как себя вести, и поступаю хорошо или плохо, если поступаю плохо, понижается мой духовный статус, не что иное, что происходит в следующем, что Всевышний мне дает возможность исправиться, если я исправляюсь, решил исправиться, то это каким-то образом действует, таким образом действует, что за мной это прегрешение убирается. Так или иначе, исправляясь я расту, задачи мои повышаются, уровень повышается, мое умение, моя праведность, любые слова, скажете на эту тему, повышаются, или, не дай Бог, падают. И так происходит всю мою жизнь, и вот эти усилия, которые я затратил, в конечном счете будут учитываться. Посмотрите, в основных положениях. у нас с вами осталось три минуты, и поэтому я заканчиваю наш урок последней историей, которая у меня осталась. Про раби Авраам Бородки. Бородки или Бородки, там с гласами было непонятно. Он жил в Иерусалиме, и известен как раввин и полный праведник. Про него известно, что он страдал от страшных болей. И как раз до финала нашей истории. Некоторые пишут от диабета, и поэтому у него были всякие неприятные вещи творились с телом, в частности с ногами. Он просто перестал ходить, а некоторые говорят, отложения солей, а вообще я слышал даже подагры. Так или иначе, у него на ноге возникли некоторые образования в области пальцев, и он лежал в больнице, ходить он не мог. Нога вообще не входила в ботинок, и решили сделать в операцию, убрать эти пальцы. Вообще-то такое бывает, и так лечат некоторые вещи. И он лежал в больнице, готовился к операции, вот на этом я почему-то и хочу закончить наш урок. Его пригласили участвовать в каком-то общественном мероприятии, уж не знаю, там, или съезд какой-то был, или бармица, или свадьба, сказали, свадьба, потому что он вечером там был. Так или иначе, он покинул больницу на костылях, привезли туда, и он участвовал. И вот там произошли нехорошие сцены, где Рави Авраам и Баратки, один человек был публичный, причем не одной фразой, а целым рядом каких-то фраз. Я уж не знаю, почему так он сделал, общепределенный праведник. Я все время говорю об этом, в Равице, как Зильбер. Кто же мог открыть рот-то, сказать что-нибудь против него? Ну, так или иначе, был такой факт с Равом Авраамом, так с ним поступили, и он, как положено Равину, смолчал, улыбнулся и смолчал. Страшные слова произнесли. Надо было, конечно, ответить, чтобы ответить на стать честь мудрица Торы. На эту тему тоже есть статья, называется «Месть по-еврейски» в моем блоге, в блогах в Тулдотру. Каждый должен уметь смолчать, а праведник, мудрица Торы, должен уметь ответить, тоже резко ответить, чтобы отстоять честь Торы. Это не твоя честь, это честь Торы. Почитайте. Ну, так иначе, Рав Авраам смолчал, вернулся в больницу и готовился к операции, и вдруг, через два дня обнаружили, что опухоль прошла. Опухоль, это не из тех, которые ткани, это костные опухоли. И все прошло. Чего обычно не бывает, было отмечено в медицинских вестнике, написано в медицинских известиях в газете, которая выходила в Иерусалиме. Как он вызарил, врачи не знали причины. Было сказано, мы не знаем причины. А сам он считал, что это именно в силу того, что он туда смолчал. Сделал от собой усилия, смолчал, не ответил, и прошла физическая, физический недуг прошел. Повторяем, здесь нет ничего общего с христианским призывом поставить другой вещек. Нет, мы не любим своих врагов, мы не можем сказать, что мы их любим, своих врагов. Хотя и стараемся сделать так, чтобы у нас стало как можно меньше врагов, как можно больше друзей. Что не значит, каждого врага мы перевоспитываем. Но если он приедет такую готовность, мы можем ему помочь. Мы не испытываем к людям никаким людям ненавистью. Человек, который не испытывает ненавистью никому. Кроме Амалека, это отдельный урок, ладно? Вы себе покажете Амалека? Мы хотим, чтобы у нас было как можно больше друзей. Но не за счет предательства своего еврейства или чести, или достоинства. В этом наше главное различие от тех, кто призывает людей подставлять свою вторую щеку. Не за счет достоинства Торы, не за счет нанесения ущерба, достоинства еврейского народа и иудаизма. Вот и весь наш сегодняшний урок.